Всем приветик! С вами снова я, Анька Консервы. Радское имя. Кто его придумал? Вообще-то я придумала. Это видео я делала совместно с Авито. Это сайт, где можно найти новые вещи по классным ценам. Благодаря ним мне теперь как-то светло и уютно. К Новому году я успела выполнить вещи списка, которые я вообще не планировала выполнить в этом году и уже перенесла на 2018. Еще не смогла устоять перед лампочкой для селфи. Вау, вообще-то смотрится очень круто. О, вау. Самое интересное не это. Я купила новую камеру, и я сейчас снимаю на нее глаз. Я решила не выпендриваться и взяла Canon G 7X Mac 2, который есть у всех, мне кажется. Самое лучшее, что в ней есть, это этот экранчик и автофокус. Вот смотрите. Смотрите. Я как-нибудь потом вам могу рассказать, как я вышла со своей старой камерой, если вам интересно. Камера тоже была в списке, но я даже подумать не могла, что мне подвернется в случае купить ее в этом году. Итак, я буду двигаться по своему скучному списку, так что если вам не нравится мой скучный список, и вы не в курсе, что это вообще такое, то я вам все равно сейчас расскажу. Короче, я в начале года... Нет, в конце прошлого года... Не могу смотреть, не в экране. В конце прошлого года я составила список, как мне казалось, сложных дел, которые я очень хочу сделать, но до которых у меня просто не доходят руки, или я не решаюсь на них, или... Короче, это такие вещи... Неважно. Вот они. Пункт номер один. Вылечить все зубы. Я вообще не думаю, что в нашей стране бесплатной стомозологии можно вылечить все зубы, но у меня ничего не болит. Сделать пины... Вообще-то да, я сделала пины, и они потрясающие. Какое у него минимальное фокусное расстояние? Наверное, какое-то вот такое. И это казалось намного легче, чем я думала. Нужно было просто сделать макет и отнести кучу денег людям, которые занимаются созданием пинов. Опять смотрю в экранчик. Сайт для мамы. Почему-то в конце прошлого года это было очень важно. Сейчас я вообще не понимаю, почему это находится в списке моих планов на 2017 год. Стикеры для Телеграма. Когда стала пользоваться Телеграмом, я поняла, что никому не всрались вот эти вот вылизанные стикеры. У меня добавлен набор с Фридой Калла. Ну и что? Я им не пользуюсь. Вы знаете, как это работает. Телеграме. Сет наклеек. Вообще-то я сделала даже два. У меня был мой большой сет А4, который я очень долго рисовала и который я нежно люблю, но я так замучилась его отправлять по почте, потому что большие конверты, возня с упаковкой, порционная отправка. Господи, список отправлений в двух экземплярах. перебивать вручную все эти адреса. Сейчас мои наклейки продаются в Пап Продай. Сейчас покажу. Ну, я сейчас так покажу. Я теперь могу показывать. И еще мои кружки. И... Что-то еще. Открытки. И я хочу дальше работать с Дашей, потому что мне очень нравится эта система, когда ты просто нарисовал, отдал туда, и получаешь с этого какой-то процент, и... Все там дело для тебя и намного быстрее. Короче, это так удобно и хорошо, господи. Покупайте кружки. Следующий пункт. 200 тысяч на ютубе. Я прекрасно помню, как я писала это в список. Короче, фишка в том, что я не хотела быть слишком жадной, чтобы не расстраиваться. Я написала 200. На самом деле я хотела 300. И я правильно сделала, что не написала 300, потому что сейчас у нас всего 260. Ну, не всего, но... Как бы... Но могло быть еще лучше. Курс рисования. В этом году у меня было где-то 10 учеников. Короче, вести трансляцию уроков мне не получается, потому что я запинаюсь, я туплю, я не в фокусе. Я думаю, что я хочу оцифровать как бы лекции, то есть снять видосы, вывалить их на Patreon, например, на свой, который в разработке или уже картанул. Ну, короче, там об этом знать. Фестивали, всякие тусы. Да, в этом году я была на рекордном для себя количестве мероприятий. Я обычно не дохожу из дома вообще. Не то чтобы это что-то плохое, просто я люблю сидеть дома. Мне не комфортно куда-то выходить. Я внесла это в список, потому что мне было тяжело это делать. И я очень рада, что я заставляла себя. Короче, это того стоило. Следующий пункт. Выречить кожу. Если вы не в курсе, то еще в начале прошлого года у меня был просто весь лоб усыпан прыщами. У меня сейчас они есть, потому что я их расповеряла только что. У меня не было никаких комплексов по поводу моей кожи. Я думала, прощи, ну ладно, окей, у меня в школе их не было. У меня плейтиальности, всяческая кожа, наверное, это расплата, типа карма, все дела. Но мои знакомые чуть ли не пальцем тыкали мне в лоб и такие... Ань, что это у тебя... Ты болеешь? Наверное, тебе нужно почистить кишечник. Короче, заняться спортом. Ну ладно, я научилась нажиматься в этом году и разучилась. PlayStation мы выкинули. Компактная камера. Ну вот она. Господи, краса. Не смотришь экранчик. Освещение. Завести новых друзей. Я надеюсь, что у меня получилось. Я очень надеюсь. Потому что я этих людей считаю своими новыми друзьями. Не знаю, считают ли они меня своим новым другом. Переехать. Эта история с переездом за два месяца перевернулась с ног на голову и этот пункт уже в марте был неактуален вообще. То есть понятно было, что ни о каком переезде речи идти не может. Попробовать делать мебель. Да, я не попробовала делать мебель. Это я все еще хочу. У меня нет инструмента. Окей? Я не сделала футболки, авоськи, носки и такой, типа, текстильный мерч. Потому что это довольно... Мне кажется, это сложно. Потому что я не хочу покупать готовые футболки и печатать на них. Я хочу шить. А чтобы шить вещи, нужно взять кучу денег, отнести их на фабрику, отдать их и ждать результаты. Только потом ты сможешь увидеть, как у тебя это все получится. Для меня, как для девочки из бедной семьи, это довольно стрессовый момент. Поэтому режим дня. Вообще-то удивительно, но последние несколько дней я ложусь в районе 12 и встаю типа в 9 утра. Там с 8 до 10. Случайно получилось. Наверное, собьется похоже. Потребность в портфолио отпала, потому что в этом году я приняла решение, что я не хочу быть иллюстратором, фрилансером. Да, мне было тяжело признаться себе, потому что все равно ты работаешь на какого-то другого человека, у тебя все равно есть боссы, дедлайны, ты никогда не принадлежишь на 100% самому себе. Это все равно работа. И ты из-за того, что прокрастинируешь, из-за того, что ты работаешь дома, это все растягивает, это даже больше стресс, чем работать в офисе. Серьезно, мне больше нравилось работать где-то на рабочем месте, чем работать, сидя дома у себя за компом. КИСТА! Я хочу сделать комикс, пока у меня есть желание. У меня есть первая глава Доры, и я рисую сейчас вторую, и я хочу закончить и напечатать ее. Я хочу делать больше мерчей, я хочу делать всякие печатные штуки, я просто обожаю бумагу и все, что с ней связано. И я хочу связать с этим свою жизнь, а не с тем, что я рисую картинки для кого-то другого. Хотя, может быть, какой-то интересный большой проект я и забыла. Может быть, да. Небольшой ремонт, зачеркнуто большой. В этом году я свернула горы. Я серьезно, я пока не очень хочу об этом разговаривать, но я сделала вещи, которые для нищенки, в принципе, просто это потолок возможностей. Заняться керамикой или балетом? Я узнавала, у нас в городе мне негде заняться керамикой, а место, где можно заняться балетом, а там только одно. Я очень боюсь сюда приходить. Здравствуйте, я никогда ничем не занималась и хочу, знаете ли, тут ноги закидывать и кружиться в пачке по залу с зеркалами. Ну, надо этим тоже надо поработать. Написать картину. Честно говоря, я написала даже две. Вообще-то, на самом деле, больше. Сделать больше фотографий. Мой старый друг Олимпус, который мне подарили на 12 лет, обрел второе дыхание, и я весь год на него фотографировала, когда я куда-то приезжала или с кем-то встречалась. Да, я нечасто куда-то приезжала и с кем-то встречалась. Просто сразу считается. Я обычно вообще не делала фотографии. Поправить здоровье. Я перестала страдать от того, от чего я страдала в прошлом году. Моё ментальное здоровье намного лучше. Сейчас меня беспокоят только мои гланды. Я очень хочу их удалить. Я серьезно настроена на это. Завести сайт Патреон-магазин. Сайт имеет смысл заводить только, чтобы выкладывать туда портфолио или делать там магазин. Про магазин я говорила, что я хочу все отдать Даше, ничем не хочу больше заниматься. И Патреон, да, блин, я уже перенесла это на другой год. Тем не менее, как бы, все равно все выполнилось, так или иначе. Больше мерча. Да, у меня больше мерч, чем в прошлом году. Завести новые хобби. Во-первых, я научилась вязать и еще немножко теперь играю на пианино. Совсем чуть-чуть. Но это оказалось удивительно легко на том детском уровне, на котором я научилась это делать. Напечатать Зин. Вообще-то да, у меня есть Зин, о котором никто не знает и я никому его не показывала. И вряд ли покажу. Тем не менее, пункт выполнен. Комикс. Как я и говорила, есть первая глава Доры и ее одобрили. Всем, кому я ее показывала, она всем нравилась. Это комикс про девочку-подростка и про то, как носятся мои коты в коридоре. Нет, этого нет. И поехать куда-нибудь. Вот это неопределенность в моем списке от того, что на самом деле я не хочу никуда ездить. Я не фанатка поездок за границу, потому что я была за границу всего два, три, четыре раза. И то такой за границей типа Турции, Одесса. Это не считается, но тем не менее я выбралась в этом году в Питер, что для меня вообще-то тоже большая, большая редкость и странность. Я огромный дымосерд. В целом все прошло довольно неплохо и мне нравится, как сложился этот год. Я думаю, что если все получится, в следующем я разгонюсь намного сильнее и все будет намного лучше. Я приложу все возможные усилия к тому, чтобы наполнить его тем, чем я хочу наполнить. В конце концов, мне уже скоро умирать. У меня же 20 лет в следующем году. Нет, не говори этого. Я это вырежу. Спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, вы не умерли от скуки и до новых встреч. Ау, это что, зум? Он медленный. Что происходит? Не надо. Назад. Назад. Хыш! Бл***ь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok